Уважаемые телезрители, добро пожаловать в белорусский телевизионный клуб «Что? Где? Когда?» Пять недель подряд на телеканале ОНТ «Осенние игры» «Что? Где? Когда?» Мы начинаем трансляцию третьей отборочной игры. Сегодня играют психолог Ростислав Меневич, Мозы. Новички команды представляют Гомель, преподаватель Кира Полевая и маркетолог Алексей Ковалев. Менеджер Максим Бучнев, Могилев. Обладатель «Малой хрустальной совы» инженер Сергей Капустников, Гомель. Капитан команды, учитель Сергей Веретила, Грида. Сегодня против команды Сергея Веретила играют Людмила Федорцова, Гомель. Елена Селява, Марина Горка. Валентин Бройко, Мозы. Сектор Блиц. Павел Островский, Кадзинов. Ольга Старовойтова, Горбовичи. Ольга Привалова, Могилев. Владимир Жуковский, Деколы. Нина Матафонова, Минск. Роман Бабко, Баранович. Наталья Карпенко, Грабов. Александр Грицкевич, Озеро. Сектор Эксперт. Осенние игры «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Играем до шести очков. Счет 0-0. Первый раунд. Немного о правилах. В осенних играх четыре команды ведут борьбу за выход в финал. Победа телезрителей лишает команду такого шанса. В финал выйдет та команда, которая покажет лучшие результаты, будет занимать в рейтинге осенней серии первое место. В первой игре команда Алены Повышевой проиграла со счетом 5-6. Во второй игре команда Андрея Сопроновича выиграла со счетом 6-4. Таким образом, команде Сергея Веретила для выхода в финал сегодня необходимо выигрывать со счетом 6-4 или лучше. Марина Горка. Первый вопрос вам задает учитель истории. Елена Селява. Город Марина Горка. Минская область. Цитатник Мао Цзэдуна, одну из самых читаемых книг в мире, называют «красной книжечкой». И не только за внешний вид. Внимание, вопрос. Почему же еще цитатник получил такое прозвище? Дело в том, что он лежал на грудном кармане, то есть солдаты, когда стреляли, попадали в него и, соответственно, он открашивался от цвета крови. А книжечка? Не обязательно. Идеи коммунистические-то там. Красная книжечка. Идеи коммунизма. Не только из-за идей. Хорошо, еще красная. Хорошо, красная книга, там редкие животные. Красная книжечка, там редкие... Может, их осталось мало? Нет, их очень много. Не только из-за цвета, она и сама по себе красная. Ну, сейчас не стреляют в Китае, понимаешь? Ну, во время войны солдаты наносили лик и были. Какой цитатник? Ну, тот же конфликт на Домашем. Скорей пройди. Скорей пройди. Прошу, господин Вилетила. На первый вопрос попробую ответить с Максимом Бущневым. Добрый вечер, господин Бущнев. Добрый вечер, господин Вилетилович. Хорошо. Ну, дело в том, что цитатник Мао Цзэдуна, он всегда считался для китайцев, а в частности, допустим, для китайских военнослужащих, ну, как основная их книга, по которой... Ну, как для религиозных людей, христиан, допустим, Библия. И всегда требовали их, чтобы они хранили в кармане и в гимнастерке у сердца. Ну, и туда попадали пули, и так сказать, что очень много... Он, раз, может, и спасал жизни, но... То есть смягчал выстрел пули, и, соответственно, потом при ранении окрашивался в кровь. И вот из-за цвета крови, из-за вот такой случаев, его и тоже называют красной книжечкой. У вас что, это понятие? Внимание, правильный ответ. Господин Бущнев, красной книжечкой цитатник стали называть не только за его внешний вид, но еще и потому, что строчки из него, включаемые в книге или статье, это же цитатник. Часто очень строчки из него до сих пор включаются в книге или статье в китайской прессе. Так вот, строчки из этого цитатника всегда печатаются до сих пор красным шрифтом. Поэтому и красная книжечка 1-0 пользу телезрителей. Поздравляю телезрителей с первой победой в игре. Каждый телезритель, чей вопрос выиграет сегодня у золотаков, получит приз — 1 миллион рублей. И первый выигрыш получает учитель истории Елена Селява из Малиной Горки, Минской области. Профессия автора вопроса сбила немного команду мне кажется. Уважаемые телезрители, присылайте свои вопросы по адресу 22 00 50 город Минск, абонентский ящик что, где, когда. Выигрывайте у золотаков и зарабатывайте деньги своим собственным умом. В осенних играх страховая компания BNB Insurance гарантирует, все телезрители, чьи вопросы лежали на столе, но не сыграли, получат выплату по страховке в размере 500 тысяч рублей. BNB Insurance — искренне ваша страховая компания. Интересы телезрителей, как мы видим, защищает генеральный директор страховой компании BNB Insurance Борис Медник. Добрый вечер, господин Медник. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, золотаки. Добрый вечер, господин Медник. Интересы золотаков сегодня, как и всегда, защищает заместитель председателя правления МТ-банка Валерий Смолек. Добрый вечер, господин Медник. Добрый вечер, господин Медник. Уважаемые телезрители, чтобы прислать вопросы знатокам, вы можете воспользоваться нашими сайтами. ONT.by — сайт телеканала ONT и TV-игра.by — сайт нашего клуба. Господин Веретила, вон у нас капитан из новеньких. Напомню вам правила помощи клуба. Если ваша команда проигрывает в счете, вы один раз за игру можете воспользоваться этим правилом, и любой человек в клубе за 20 секунд сможет помочь вам с правильным ответом. Я уже почему-то об этом подумал. Вы так не уверены в своей команде, Сергей? Да нет, ну. Давайте посмотрим на игровой стол. Мозырь. Против вас играет наш постоянный автор, журналист Валентин Бойко. Город Мозырь, Гомельская область. В давние времена на Руси существовал такой обычай. В пасхальную неделю звонарь разрешал любому прихожанину подняться на колокольню и позвонить в любой из колоколов. Внимание, вопрос. А зачем это было нужно самому звонарю? Настройка, настраивать. В выходной день ему нужно. Послушать со стороны, как звучат колокольки в остальную неделю. А потому что, во-первых, звонили много. Давно на Руси. Вообще, звонили много в эту неделю. Или просто ему... Может, у него самого нельзя было работать. Выходных быть не могло по той простой причине, что человека постороннего нельзя просто запустить на колокольню. Он должен за ним просмотреть. Он просто запускал, разрешал, попросил позвонить в колокол, а сам со стороны смотрел. Что-нибудь с пасхальной недели ему нельзя было. Или в выходной надо было сходить, чтобы прощать что-нибудь. Продолгие, простить кому-нибудь. Просто так не звонили в колокола. Зачем ему самому звонарю, понимаешь, сам звонил. Просто так не звонили, а звонили по случаю. Ну, смотри, а почему он не мог в любое время другой года прийти, кого попросить и послушать как звучит? Ну, вот я и говорю, что, возможно, на Пасху... Ему надо сходить в церковь, если есть что-нибудь. Пасху колокола часто используется, и вот ему перед Пасхальными это большой праздник, чтобы ему помолиться, если пасхать. А сам он насравить не может, или что? Чтобы он попросился перед Пасхой. Может, он ездил в другой приход, там в это время слушал, какие-то опыта набирался. Милка окончена. Господин, веритила. Она отвечает Сергей Капустников. Итак, господин Капустников, представим себе Пасха. Звонарь разрешает любому прихожанину абсолютно подняться на колокольню и позвонить любой из колоколов. Зачем это самому звонарю-то было нужно? Ну, сам звонарь, во-первых, хотел послушать со стороны, как звучат эти колокола. А потом предпасхальная неделя – это пост. И пост строгий. Звонарь был достаточно как бы... Ну, как истинный христианин соблюдал пост и подниматься каждый раз на колокольню – это достаточно утомительное занятие. Ему надо было потом звонить, очевидно, уже, когда Пасха заканчивалась, и там много было работы. И поэтому он использовал как бы таких добровольцев из народа, если угодно. Чтобы самому не бегать. Ну, чтобы... Да, чтобы и самому как бы силы сберечь. И потом звон в Пасхальную неделю – вещь ответственная. И он должен был, конечно, хорошо послушать, как... Теперь понятно, да. Как звучат колокола. Да, но все-таки, в первую очередь, тяжело подниматься в Пасхальную. Ваш ответ подняться. Внимание, правильный ответ. Господа мои хорошие, а вот как... Вот представьте себе, звонарь, но он же тоже как-то из года в год не молодеет, как говорится. А как ему, кроме как на практических навыках, не присмотреть себе ученика просто-напросто? Господин Капустников, все очень просто. Любой прихожанин, и дети в том числе, конечно. Кто сейчас, вот в вашем понимании, вот представьте себе современную деревню, ну кто сейчас полезет на колокольню? Неужели старик полезет пробовать стучать колокол? Конечно, нет. Дети, в первую очередь, полезут к звонарю. Вот он и присмотрит себе ученика. Ну, как-то полета у вас пока нет. Все проще, господин Велитила. Я поздравляю журналиста Валентина Бойко из Мозыря Гомельской области. Красивый, несложный вопрос, но команда не смогла на него найти правильный ответ. Господин Бойко зарабатывает 1 миллион рублей. По окончании игры компания BNB Insurance определит лучший вопрос сегодняшней игры. Автор этого вопроса получит 2 миллиона рублей. дополнительно уже заработанных. Господин Медник, осенняя серия уже подошла, по сути, к своей середине. Но турнирные перспективы большинство из команд, а именно еще пятерых, не ясны. Скажите, а у вас есть команда любимчик, только честно, с которой жалко было бы расстаться, займея на шестую страху рейтинга? Вот одну вам надо назвать. Одну? Да. Не буду оригинальным, конечно, команда повышена. Спасибо, господин Медник. Господин Смолик, а у вас? Да, господин ведущий. У меня нет любимых команд, я люблю все команды. Одна из команд, которая как-то вот наиболее мне близка, уже проиграла в этой серии, но я надеюсь, что они все-таки займут какое-нибудь хорошее место. Господин Смолик, ну а с кем все-таки было бы наиболее жалко расстаться и существующий команд клуба? Вам? Ну, знаете, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что, ну, как расстаться с кем-то уже ставших родными за эти годы? Господин Смолик, вот ваша дипломатичность сейчас сыграла плохую службу. Я объясню почему. Раскрою секрет. Я загадал, что если оба наших партнера однозначно назовут сейчас одну и ту же команду, ей будет выписана своего рода защитная индульгенция от расформирования, минуточку. Но в итоге вы все-таки про весь клуб начали демагогию, как вы любите, разводить. Поэтому, господин Смолик, прошу прощения. Я сказал про команду, которая мне наиболее близка. Это называется... Которая проиграла. Единственная команда проиграла. Нет, господин Смолик, то, что она наиболее близка к вам географически, мы, госпожу Таталинову, наблюдаем за вашим широким плечом, это известно. Госпожа Повышева не судьба. Придется вам по-честному оставаться. Сколько времени уходит у вас на покупку валюты для вашего бизнеса? Всем известно, что невозможно приобрести валюту для нужд организации так же быстро, как в определенном пункте. А в МТ-банке вы можете получить валюту буквально за один час. Обратитесь в МТ-банк, оформите экспресс-биржу и приобретайте валюту быстро и легко. Все так, господин Смолик? Да, абсолютно верно, господин ведущий. Уважаемые теледрители, хочу напомнить, в этом сезоне в клубе совместно с юридической компанией Аргумент учреждена должность юридического советника игры. В любой спорной ситуации принять решение в строгом соответствии с правилами клуба мне поможет Денис Олейников, старший партнер компании Аргумент. Добрый вечер, господин Олейников. Добрый вечер, господин ведущий. Добрый вечер, уважаемые теледрители из Натоке. Денис Олейников, ну про ваше пристрастие я не спрашиваю. Вы у нас образец беспристрастности, за что я вам чрезвычайно благодарен. Ну почему же, господин ведущий, сейчас же мы не в игре? Сейчас нет. Я могу ответить? Денис Олейников, вы, конечно, можете ответить, но, к сожалению, команду Алены Повышевой это уже не спасет. Юридическая компания Аргумент. Юридические услуги для успешного бизнеса. Реклама на ОНТ. На телеканале ОНТ осенние игры «Что, где, когда». Третья отборочная игра. Счет 2-0 в пользу команды телезрителей. Третий раунд. Уважаемые телезрители, совместно со страховой компанией «Бин Бин Шулинс» мы продолжаем поощрять тех из вас, кто пришлет нам свой видео-вопрос. Если ваш видео-вопрос прозвучит в эфире, вы получите независимо от результата раунда дополнительный 1 миллион рублей. Видео-вопросы представьте по адресу 220050, город Минск, абонентский ящик «Что, где, когда». С этого ракурса мне не видно, эксперт или Гомель. И все-таки Гомель. Ну что ж. Против вас играет пенсионерка Людмила Федорцова, город Гомель. Вот госпожа Федорцова. Продолжаем смотреть на экран. Посмотрите. Перед вами фотография советской актрисы Людмилы Целиковской. Внимание! Черный ящик. Господин Ковалев. В черном ящике находится знакомый студентам предмет, которым в 50-е годы пользовались модницы, мечтавшие быть похожими на эту популярную актрису. Внимание! Вопрос. Что в черном ящике? Это брови они выщипывали, не подрисовывали. Пинцет. Рисфедор, ребята, рисфедором хорошо выщипывать брови. Ну, вместо пинцета. Почему студентам хорошо? А чем? Потому что рисфедор – это чертежный инструмент. Почему на 50-е годы? А потому что она тогда играла там. Пинцетов было, а рисфедор и... Сердца четырёх и так далее, это вот финисты. Брови, 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 брови. Да, да, я согласен с тобой. Что вы про неё говорите? Давайте ещё что придумаем. Что ещё циркуль там? И рост, просто химический. Все, знаешь, вообще проводили брови, 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 брови. Соборожаем. Сушена, минута окончена. Господин Веретила, кто отвечает? Сергей Капустников. Господин Капустников, на вас сегодня опять упор делает команда. Прошу. Я попытаюсь не подвести команду. Мы думаем, что там лежит рисфедор, потому что для выщипывания бровей, в принципе, он вполне сгодится за пинцет. В 50-е годы ими чертили. Я ещё, когда в Биэште учился, тоже им пользовался. Сейчас уже не уверен, что и пользуются. А, может быть, современному поколению, вот видите, господин Супранович стоит, услышал богатое слово рисфедор. Расскажите, господин Капустников, принцип действия рисфедора. Что вас натолкнуло вообще на эту версию? Ну, потому что он действительно... Если можно, коротко. Если коротко, он действительно похож на птичий клюв, как пинцет. И им можно зажать, да ещё и винтики, то есть, в общем-то, можно зажать всё, что угодно. А тогда он использовался для... Для выщипывания бровей. А, то есть все студенты им только брови и выщипывали, или какой-то у него был... Студентки модницы. А для чего вообще используются, господин Капустников? Для черчения тушью. Внимание, правильный ответ. В моде того времени были... Посмотрите на актрису. Тоненькие, как ниточки брови. Специальный прибор было достать очень сложно. А вот, давайте откроем черный ящик. Студенческий рисфедор. Подходил как нельзя лучше. Вот рисфедор. И вот первое очко команде Сергея Веретила. Я вас поздравляю, господин Капустников. Один-два. А я напомню, в осенних играх также принимают участие команда Алены Повышевой, команда Андрея Супроновича и лидер нашего рейтинга перед осенней серией команда Алексея Полевого. Господин Полевой, поможет ли господину Смолику и сегодня в определении лучшего знатока игры? С удовольствием, как всегда. Четвертый раунд. Господин Веретила, вот прошлая игра вашей команде очень легко далась. Как с командой на эту игру настраивались? Достраивали как-то команду? Не знаю, нет. Видимо, я еще не настолько опытный. Капитан. Ну вот, мне кажется, надо настраивать, потому что, видите, у вас первые два вопроса как разминка прошли буквально. Может пригласить специалистов? Психологов. У вас же господин Миниевич есть в команде. Может, лучше кого-нибудь капитана или ведущего. Давайте посмотрим. Вы знаете, очень вот совсем непонятный ракурс. И все-таки Грабов. Господа, против вас играет ученица Наталья Карпенко. Город Грабов. Гомельская область. Послушайте французскую загадку. Это зеленый домишко. Откроешь зеленую дверь, увидишь бурый домишко Откроешь бурую дверь, увидишь желтый домишко Откроешь желтую дверь, увидишь белый домишко Откроешь белую дверь, а там сердечко, проверь Внимание, вопрос Через минуту вам надо отгадать эту французскую загадку Зеленый, бурый, желтый, белый сердечко. Проверь. Почему проверь? Письмо какое-нибудь. Зеленый, арбуз. Зеленый внутри бурый, желтый, белый сердечко. Проверь. Что проверяют? Любят, не любят. Каштаны. Каштаны на юге Франции с едой. Зеленый, бурый, белый, сердечко есть. Французская. Хорошо, давайте еще, еще, еще. Орбуз тот же, да. Бурый, красный. Что проверяют? А что проверяют каштанам? Нету такого сердечка, что проверяют каштанам? Типа любят, не любят. Это аромат. Знаете? Еще что-то. Может, это устрица с этой? А, не, не веришь мне. Ладно. Устрица с жемчугом. Миндаль. Что они еще? Опять же Франция, национальная Франция. Виноград еще. Рыбы, сыр, вино. Ну, где еще, может быть, такая структура? Орех. Что спрашивал? Отгадать загадку. Отгадать загадку. Помощь, по-моему, правильно? Нет, нет. Я думаю, что каштан, да? Слушаю вас. Кто будет отвечать? Господин Капустников. Я думаю, что, возможно, это благородный каштан. Съедобный. Ваш след понятие. Внимание, правильный ответ. Почему сердечко? Потому что мы хуже. Господин Капустников, посмотрите на экран. Зеленый домишко – это фундук в зеленой шелухе. Бурый домишко – это скорлупа. Желтый домишко – это шелуха на ядре. Вы фундук кушали, господин Капустников? Доводилось? Ну, а за белым, конечно же, сердечко. Это орех изнутри. Да, вот наши телезрители показывают все этапы очистки фундука. От момента его срывания с ветки, заканчивая лущением. 3-1 в пользу телезрителей. Как-то вы орехи вообще не обсудили, господа хорошие. Я поздравляю ученицу Наталью Карпенко из Грабова, Гомельской области. Она зарабатывает 1 миллион рублей. Уважаемые телезрители, несмотря на немного плохой эмоциональный фон из-за проигрыша текущего команды, тем не менее, с огромной радостью представляю вам наших сегодняшних гостей. Бронзовые призеры Олимпийского Лондона в тяжелой атлетике Марина Шкерманкова и Ирина Куреша. Добрый вечер. Милые дамы, от имени всего клуба знатоков у наших телезрителей поздравляю с прекрасными результатами в Лондоне. Эти аплодисменты зала искренне вам. Госпожа Шкерманкова, вот ваша медаль была первой для нашей страны на этих играх. А как вообще? Вы следили за выступлениями сборной в других видах спорта? Знали, что именно ваша медаль может стать первой? Да, конечно же, я следила и наблюдала за всем этим процессом. И знала, что моя медаль может быть первой. И на это очень надеялась. Ну и получилось, все вышло. То есть я свою цель поставила и добилась ее. Вот какая правильная фраза. Госпожа Шкерманкова, давайте пожелаем и нашим сбортакам сегодня тоже поставить цель, а не сидеть с распевенным видом и ее добиться, правда? Госпожа Кулеша, так же, как и в спорте, в нашем клубе у разных команд разная судьба. Видите, только что команде Полушево, например, не повезло из-за господина Смолика. Так уж приключилось на ваших глазах. Иногда какой-то фарт, и команда побеждает раз за разом. Или наоборот, мелкий недочет, и команда проигрывает важную игру. Знаю, вам также достаточно долго не везло. Четвертые места просто преследовали вас. А в Лондоне, к счастью, все сложилось удачно. А как вы себя вот на этот результат тоже настраивали? Ну, конечно, настраивала на победу, и я знала своих соперниц. Я старалась, как все знают, что всегда четвертое-четвертое место. Я уже поставила себе цель и сказала, что мыслями и немыслимыми способами буду стараться, чтобы занять хотя бы третье место. На больше я не претендовала. Госпожа Кулеша, когда вы взяли третье место, потому что расклады были известны до, я могу сказать так, что вот я, например, смотрел на своей даче, ваше выступление, и кричали от радости все дачи, когда вы выжили вес. Я вас поздравляю, это была огромная радость для всей нашей страны. Спасибо. Давайте теперь вернемся немножко в игру. Хочу напомнить нашим телезрителям, что по традиции нашего клуба лучший знаток этой игры получает приз – книгу. Господин Смолик, что у вас сегодня заготовлено? Сегодня книга, которая, я надеюсь, будет прочитана чисто из теоретического интереса происхождения человека. Происхождение человека, издание 1903 года. Прекрасно. Как вы думаете, тогда по-другому считали, как человек происходит? Да, я надеюсь, что знатоки узнают для себя что-то интересное. Ну и в любом случае, господин Смолик, раритет есть раритет. Пятый раунд. Господин Смолик, напомню вам состав команды. Максим Бучнев, Ростислав Меневич, Кира Полевая, Алексей Ковалев, Сергей Капустников сегодня главный отвечающий и капитан команды Сергей Веретило. Господин Смолик, у вас есть сейчас уникальная возможность подсказать что-то команде. Я могу только подсказать, что в предыдущем раунде, с моей точки зрения, это был абсолютно равноценный ответ, и команда отыграла его замечательно. Потому что как каштан, так и орехи имеют одинаковую под ценовой гамме структуру. И так держать. Ну, я думаю, лучше держать все-таки надо, господин Смолик. Против вас играет школьник Павел Островский, деревня Кадина, Могилевская область. Внимание, вопрос. Почему короткий, обоюдоострый железный меч, которым был вооружен древнегреческий воин, предназначался только для тычкового удара? В смысле? Ну, потому что поднял, срезали, и что-то сложнее. Наверное, открывал, не, открывал много уязвимых зомб во время этого зомб. Да, поднял руку, открыл. Это оружие ближнего боя. К его мою можно было протестировать между латами. Между латами можно больше. Может быть, потому что если рубишь, мягкий металл в то время был, они быстро тупились. Бронзовые они были. Да, бронзовые. У него был еще большой щит. И, наверное, трудно было из-за этого щита... Быстрее, еще, не все молчим, что молчим? Почему только для тычкового? А то есть, дротиком не могут? Только в ближнем бою. В ближнем бою. То есть, а в ближнем бою невозможно? Он на бою дал. Он на бою дал. Он на бою дал. Он на бою дал. Он не тратил время на смахание. В Риме это точно. А ради чего? Для рубящего удара можно себя поранить. На замахе. Нет, нет, нет. Но они вообще сначала... Это римский меч или средневековый? Греческий. Это не греческий. Римский. Римский — это отдельно. Что? Это с техникой боя или мягкий металл? Себя поранить? Он на бою дал. Нет, не себя поранить. Я, скорее всего, действительно, открывал уязвимые зоны. Слишком вреда от него было большим пользой. Может быть, действительно, поранить можно? Господин Велетила, минута окончена. У вас есть помощь клуба, я напомню. Я не знаю, знает ли клуб, конечно же, но тем не менее, я так понимаю, однозначной версии у вас нет в команде. Или есть? Отвечать буду я. Прошу вас. Итак, вопрос был короткий. Почему короткий, обоюдоострый, железный меч, которым был вооружен древнегреческий воин, предназначался только для тычкового удара? Он был короткий. И обоюдоострый. Греческий воин. Тишина в команде. Что там за шепоток какой-то? Он был короткий, поэтому достать врага на расстоянии вытасшей руки было очень тяжело, если бы размахивать. Кроме того, греческие воины в основном сражались в фаланге. И если бы он начал им размахивать, обоюдоострым мечом, он мог бы поранить стоящего рядом коллегу, ну, своего товарища, стоящего справа. А если девчата слева? Ну, да. Господин Веретило. Но все-таки вы капитан, вы сами принялись отвечать, да? Давайте мы выберем из двух версий одну. То есть, либо он мог поранить и поэтому этого не делал, либо ему так было удобнее, потому что иначе он бы не доставал до соперника. До противника, прошу прощения. Это разные вещи. Принципиально. Потому что он мог поранить своего товарища. Ранить. Внимание, правильный ответ. Господин Ковалев, вы так смотрите, вы не согласны с этим выбором? Нет, наоборот, я согласен с этим выбором. А это вы там нашептывали что-то? Нет. Но это не мешает мне быть согласным с этим выбором. Древнегреческие воины, господин Веретило, всегда наступали плотным строем. В сомкнутом ряду невозможно было размахнуться обоюдоострым мечом, не поранив своих соратников. Поэтому обоюдоострый меч предназначался только для тычкового удара. Браво, господин Веретило. Сумели правильно выбрать и правильно понять вопрос. Два-три. Это и Веретило. Ну раз уж так и вам везет потихонечку, понемножечку. Сюрприз от МТБанка для вас. Господин Смолек, традиционно вам слово. Я надеюсь, что на кураже господин Веретило возьмет и наш вопрос. Мы действительно хотим задать банковский вопрос капитану сегодняшней команды. И если он на него ответит без раздумий, то он получит в подарок от МТБанка вот такую электронную книгу. А вопрос сегодня такой. Калифорнийский банкир Амадео Джанини в 20-х годах 20-го века потратил немало сил и средств на подкуп властей штата с очень странной целью зарегистрировать свой новенький Rolls-Royce как пожарную машину. А зачем ему это было нужно? Чтобы проезжать на перекрестках. Ну, чтобы ему уступали дорогу все на дороге. Его машине уступали все дорогу. А правильный ответ нам озвучит профессионал из МТБанка, как всегда. Давайте посмотрим. Внимание, правильный ответ. На пожарную машину не распространялось ограничение скорости. А какой же банкир не любит быстрой езды? На самом деле, пожарные машины в те годы были единственными, на которых не распространялось ограничение скорости. Поэтому сегодня, к сожалению, электронная книга остается со мной. Вот, господин Смолик, вы первый раз побыли в моей шкуре, когда знатоки дают похожий ответ, но засчитывать его нельзя. Господин Смолик, ну я думаю, это было правильное объективное решение. Господин Веретила, не расстраивайтесь. Ведь у вас время отдыха с питьевой водой «Бульбаш». Реклама на ОНТМ. На телеканале ОНТ осенние игры «Что, где, когда». Третья отборочная игра. Упорная борьба, счет 3-2 в пользу телезрителей. Мы начинаем шестой раунд. Господин Капустников, скажите, а вы как-то до игры договорились, что вы будете давать почти все ответы в этой команде? Или это так, просто господин Веретила вам доверяет интуитивно? Я думаю, что это просто судьба, но, к сожалению, пока не сильно к нам благоволящая. Капустников, мне кажется, что команде просто надо больше версий на стол. Очень как-то вы тихо, спокойно, размеренно обсуждаете, а вопросы, как видите, требуют всестороннего рассмотрения. Вот меч обсудили бы со всех сторон и не мучился бы господин Веретила в выборе версии. Сейчас мне покажут с другого ракурса. Озеро. Господа, против вас играет студентка Александра Грицкевич, деревня Озеро, Минская область. Внимание, рисунок. Внимание, вопрос. Наша телезрительница интересуется. Может быть, вы знаете, если не знаете, то за минуту сообразите, как, не отрывая руки, нарисовать окружность с точкой внутри. Не отрывая ручку, естественно, от листа бумаги. Вспоминайте, не молчите. С помощью... Ручку не отрывая. Не отрывая ручку и точку оставить. Тебе точку надо положить на край. Все, вот-вот-вот, рисую. А, так, четыре, да, подожди. Почему четыре? Ну, еще что будет. Какие вещи? Что-то было в детстве. Вспоминайте или придумывайте давайте. Что вы молчите, рисуйте все. Что-то складывать надо было, это точно придумывается как. Минута окончена, господин Веретила. Не отрывая руки. Не отрывая руки. Переложить, то есть руку провел, потом как-нибудь так. Так, 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 так. Попробуйте сложить гармошкой. Вот так, как жабу. Кто-то явно знает. И вывести... Если ты его сложишь, ты на одной стороне не нарисуешь. Перевернуть лист руку. Ну еще, проткнуть. Минута окончена, господин Веретила. Мы хотим взять помощь зала. Вы думаете, зал у нас более рукастый? Ну, наверное, надо. Ваше право. 20 секунд помощи зала, прошу зал. Смотри, ты складываешь ее вот так вот в четверо, да, ставишь ручку и не отрывая, просто разворачиваешь. И, блин, круто, ну не знаю. А если только получить окружность потом, а потом не открывая, смыкаешь сюда и ставишь точку. Будет взять окружность, потом не открывая ручку и в центр ставишься. Господин Веретила, прошу вас. Кто будет? Буду отвечать я. Буду рисовать, наверное. А вот, тихо, тихо. Вы хотите новый листочек взять в бумажке? Может, так удобнее будет? Ну, переворачивайте, как хотите, прошу вас. Можете ничего не говорить, просто сделайте, и мы вам поаплодируемся. Показываем. Так. Ну, как бы я не оторвал. Оторвал. Нет, почему мог не оторвать? Не оторвал. Ничего. Ну, я нарисовал так. Угу. Внимание, правильный ответ. Внимание, который умеет чертить. Нет, нет, нет. Раньше надо чертить. Ну, минуту чертить. 20. Не открывай. Тише, тише. Давайте мы посмотрим, как это сделает наш распорядитель. Это и будет правильным ответом. Покажите телезрителям. Вот так вот загибается уголочек. Ставится точка на основном листе. После этого, не отрывая руки, вот так вот проводится черточка. Это за ненадобность убирается, а вокруг точечки рисуется окружность. Господин Велетила, мне кажется, что вы не догадались, как надо делать. А вот такой вариант не пройдет. А от листа-то отрывается? От листа отрывается. Господин Капустников в этом варианте мы видели с телезрителями. Это 4-2. Я обращаю внимание всех телезрителей. Во-первых, я поздравляю студентку Александру Грицкевича с деревни Озеро Минской области. Она зарабатывает 1 миллион рублей благодаря своим графическим изыскам. Это раз. Во-вторых, обратите внимание о том, что как давно уже в клубах что-ли-когда господин Топчий вот за голову хватается, сам думает, как-то мы сами не догадались до этого. Как давно у нас не было вопросов на какие-то фигуры и спичек, которые мы помним еще с 90-х годов. С отрыванием ручки от листика. Так что, товарищи знатоки, готовимся. Я уверен, что телезрители, увидев, как легко можно заработать 1 миллион рублей на незнании вами, в дальнейшем будут нам присылать таких вопросов побольше. Уважаемые телезрители, напоминаю правила сезона 2012 года. В играх участвуют постоянные команды клуба. В каждой серии игр принимают участие 4 лучшие по рейтингу команды нашего клуба. Команда, проигравшая телезрителям, всегда перемещается на последнюю шестую строчку рейтинга. Так как знатоки проиграли весенние и летние финалы, то в этом году в зимние игры выйдут сразу 4 лучшие команды итогового осеннего рейтинга. А лучший знаток финальной игры 2012 года получит большую хрустальную сову и специальный приз. Давайте посмотрим уникальную клубную карту велнес-клуба премиум-класса ЭВО стоимостью 29 миллионов рублей. А сейчас внимание! Судьба главного приза осенних игр 2012 года определится в финальной игре, которая состоится 3 ноября. Если в финале победят знатоки, то лучший игрок этой команды получит малую хрустальную сову и денежный приз в 5 миллионов рублей. Если же в финале победят телезрители, то малую хрустальную сову и 5 миллионов рублей получит лучший игрок команды телезрителей. Автор лучшего вопроса. Седьмой раунд. Как мы все помним, только что нам показывали рейтинг. На первой строке рейтинга находится, благодаря своей победе неделю назад, команда Андрея Супрановича. Господин Супранович, скажите, пожалуйста, как у вас впечатления от игры команды Сергея Веретила? Я рад, что мы играли на тех вопросов, а не на этих, потому что те нам казались более близкие к молодежи. А тут нарисуйте круг рейсфедерами, это не для нас. То есть не зря господин Капустников вам слово рейсфедера объяснил. Да, я очень рад. Могилев. Против вас играет домохозяйка Ольга Привалова, город Могилев. Господин Капустников, в начале девятнадцатого века, если бы вы тогда жили, придя на рынок, вы могли бы услышать, что нужный вам товар ходит в сапогах. Внимание, вопрос. А что означало это выражение? Доставку надо. Скрипи. Еще чего-то не сделали. Форсенок еще бегает, еще ловит. В сапогах кто ходит? Военные ходят, солдаты там. Все ходили в сапогах. Собрали в армию, ликвизировали. Нужный вам товар на рынке. Может, этот сахар, который для скрипов сапоги подкладывают. То есть его еще везут. Не, нужный вам товар. То есть речь не идет о чем-то конкретном. Любой товар. Ходят в сапогах. Может, водовец отошел или еще не привезли. Может, подвезти должны. Доставку. Все ходили, все ходили. Нужный вам товар. Что это может означать, что ходят в сапогах? Не в прямом смысле. Его еще нет. Его еще нет. Довозят. Довозят, подвозят. Разнашивают. Разнашивают обувь. Это только обувь. Здесь речь идет на любом товаре. Это нужно. Носки, анучи. Товар ходит в сапогах. В 19-м веке. Может, это сахар? Может быть, это разносит. Подсилки для скрипов. Может, его еще нет. Это конфетный товар. А мы спросили, е за сахар. Его подвезли. Господин Веретила. Время окончено. Кто отвечает? Алексей Ковалев. Итак, господин Ковалев. Да, господин Ковалев. Вы пришли на рынок. Да и сами вы, может быть, сказали бы, а может бы услышали, что нужно вам товар ходит в сапогах. Почему именно в сапогах? В чем смысл? Ну, смысл, очевидно, в том, что, купив этот товар, например, тяжелый какой-то мешок, его нет необходимости лично везти домой. То есть, можно как бы товар купить и его доставят до места назначения по указанному адресу. Это и означает, что товар придет к вам домой. Ну, а сапоги просто ходили тогда в сапогах. Сейчас бы сказали в кроссовках или в ботинках. Может, это понятие внимания, правильный ответ. Господин Ковалев, а вот вы говорили, ходили тогда в сапогах. А кто ходил тогда в сапогах? Ну, все ходили, и военные ходили, и торговцы, и купцы. Я так думаю, все-таки в 19 веке уже не в лаптях, наверное. Все дело в том, что очень дорогой товар сравнивали с богачом, который тогда ходил в сапогах. А крестьянство в начале 19 века господин Ковалев ходило в лаптях. И поэтому тот товар, который ходит в сапогах, поговорка такая была. Это означает, что этот товар дороже, чем он должен стоить. Поэтому так и говорили, а нет, ваш товар ходит в сапогах. 5-2. Я поздравляю домохозяйку Ольгу Привалова из Могилева. Она зарабатывает 1 миллион рублей. Господин Веретила, не клеится у вас игра сегодня, мне кажется. Мне кажется, что дело все-таки в обсуждении. Всегда можно подумать, что вы знали, мы этот факт не знали, а дело в обсуждении. Но, тем не менее, есть время подумать за чашечкой чая. Я беру чайную паузу. Чай Гринфилд. Знающий выбирает. И все-таки, что важнее, то, что происходит сейчас, или то, что будет. Но ведь жизнь не делится на было и стало. Она непрерывна. И этим хороша. Гармония внутри. Чай Гринфилд. Господин Веретила, скажите, а в Лидии есть wellness-клубы? По крайней мере, я об этом не знаю. А может быть, вы бывали там, я не знаю, в Гродно в wellness-клубе? До нашего клуба я такого слова не слышал. Господин Веретила, вот видите, как у нас познавательно все происходит. Мало того, что мы уже столько рассказываем про то, что и лучший игрок года получит карточку wellness-клуба премиум-класса, и девизы wellness-клуба премиум-класса его рассказываем, так еще и музыкальную паузу клуба знатоков представляет также wellness-клуб EVO. Музыкальная пауза. Музыкальная пауза. Би- recognised Субтитры сделал DimaTorzok 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 Восьмой раунд ДимаTorzok Сегодня как-то не искрится О чем так говорит китайская пословица? Люди, которые осаждают город, пытаются в него войти Люди, которые находятся в осаждаемом городе, пытаются из него выйти ДимаTorzok 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 себе спутника жизни. А уставшие друг от друга супруги мечтают о прежней свободе. С осажденным городом китайская пословица сравнивает враг. 3-5. Господин Ковалев, по-моему, первый догадался где-то на пятой секунде до правильного ответа. Странно, что госпожа Полевая как-то про первую часть этой пословицы не подумала, не сказала вслух. Кира, как-то вас не слышно сегодня. Здорово. Кричите громче, вас должен слушать капитан. Уважаемые телезрители, напоминаю, на наших сайтах pnt.by и tvigra.by вы можете задать интересующий вас личный вопрос любому знатоку клуба. Ряд вопросов поступил и для игроков этой команды. Максим Аблучнева, Николай, инженер системотехник из Витебска спрашивает. Хотелось бы вам что-нибудь изменить в своей жизни? Послушавшие такие китайские пословицы начинаешь задумываться. О вступлении в брак, господин Гучник? Да. Давно пора, Максим. Алла, служащая банка из Минска, спрашивает вас, а кто из знатоков вообще еще не женат? Кстати говоря, вот такой вопрос как раз к тему. Вы знаете, вот у меня есть друг, тоже из Могилева, тоже знаток, играет, правда, в команде Алексея Полевого, Андрей Клейкин, мы с ним коллеги поэта. Господин Клейкин, как вам не стыдно? Давайте срочно воплощать жизнь. Вот видите, Алла из Минска тоже интересуется. Оставите координаты в редакции, если что-то там будет такое, мы вам сообщим. Интересно. Девятый раунд. Господин Полевой, скажите, пожалуйста, а вот вы как-то так странно отреагировали на мое предложение господину Клейкилю Женицуеву? Что вас так жирило? Нет, я очень положительно реагирую на это предложение. А как вы в браке? Вы счастливы в браке с Клейкой? Только честно, скажите всем телезрителям. Конечно, сейчас Левкира прекрасно готовит. Что может быть лучше? Ну, господа, вот уже испытание, так испытание. Давайте покажите мне сначала стол, пожалуйста, более общий план сделайте. Вот давайте посмотрим с вами. Сектор Эксперт отдельно лежит. Потом полстола Пустых, потом Горбовичи, затем Пустой Сектор, затем Минск, затем Баранович, и только потом последним самым конвертиком лежит Сектор Блиц. Именно он вам и выпал. Господин Веретила. Это судьба. Я надеюсь, вы преодолеете и этот очередной барьерчик в своей игровой карьере. Дорогие телезрители, Блиц – это три вопроса. По 20 секунд обсуждения на каждой. Чтобы получить очко в этом раунде, вы должны ответить на три вопроса подряд. Внимание, вопрос первый. Студент Вадим Кузьмич из Логойска интересуется, что писатель Джордж Гордон Байрон назвал любовью бескрыльев. Брак. 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 Еще. Дружба. Ревность. Так, дружба – это хорошо, кстати. Любовь бескрыльев. Любовь бескрыльев. Дружба. Дружба. Что-то причем приземленное, что-то. Ну тогда брак. Брак по расчету. Брак по расчету – это вот совсем… Что-то так сложно. Давайте проще. Просто брак или брак проще. Быстрее думать. Я не знаю, я бы дружба сказал. Только что был брак. Брак уже… Господин Вилетила, прошу, кто отвечает? Брак. Быстрее. Брак. Ваш ответ понятен. Господин Кузьмич у нас находится в студии. Господин Кузьмич, покажите мне господина Кузьмича. Скажите нам правильный ответ. О чем был вопрос? Правильный ответ – дружба. Дружба. 6-3 в пользу телезрителей. Еще становится 3-6 в пользу телезрителей. Команда Сергея Вилетила терпит поражение и перемещается на нижнюю строку рейтинга команд и прекращает свое счастье в осенних играх что, где, когда. Вот имена телезрителей-победителей, заработавших по 1 миллиону рублей каждый. Елена Селява из «Мариной Горькой» с вопросом о цитатнике «Мао». Валентин Бойко из «Мозрия» с вопросом о звонарях. Наталья Карпенко из «Грабова» с вопросом о фундуке. Александр Грицкевич из «Озера» с хитрым рисунком. Прекрасный, на мой взгляд, вопрос. Ольга Привалова из «Могилёва» с вопросом о дорогом товаре. И, наконец, Вадим Кузьмич с вопросом из сектора «Блиц» о дружбе зарабатывает 1 миллион рублей и приносит шестое победное очко команде телезрителей. Сейчас будет определён лучший игрок команды Сергея Веретила. Господин Полевой, мнение вашей команды? Я думаю, что лучшим был Сергей Капустников. Спасибо. Господин Смолик, ваше право согласиться или назвать кого-то другого? Между двумя у нас здесь игроками, на самом деле, разделились мнения Сергея Веретила. Отлично вытягивал вопросы, но как-то, знаете, при проигрыше команды давать капитану лучшего игрока очень сложно. Поэтому я, наверное, Алексея Ковалёва с этим назову. Господин Ковалёв, я вас поздравляю. Вы теперь будете знать абсолютно точно, как, откуда происходит человек. И что про это думали, по крайней мере, в начале 20-го века? Господин Медник, кому достанется приз за лучший вопрос? Вопрос из Мозыря о звонарях. Господин Медник, благодаря вашему решению, компании B&B Insurance, журналист Валентин Бойко из города Мозырь, Гомельская область, зарабатывает дополнительные 2 миллиона рублей. Давайте посмотрим, какие вопросы лежали на игровом столе, но Волчок их не выбрал. Это вопрос... Покажите мне игровой стол, пожалуйста. Это вопрос... Сектор Эксперт у нас представлял Сергей Карпук. Горбовичи Ольга Старовойтова. Из Минска был вопрос от Нины Матафоновой. И, наконец, вопрос Романа Бабко из Барановичей. Все перечисленные авторы вопроса получают компенсацию страховой компании B&B Insurance в размере 500 тысяч рублей. Уважаемые телезрители! В следующую пятницу нас ждет игра команды Алексея Полевого. Напомню, весь сезон 2012 года эта команда играет до своего первого поражения. Но в данном случае одно с другим совпало, потому что если команда проиграет и опустится на шестую строку рейтинга в своей игре, в любом случае у нас шестая строка рейтинга осеннего будет команда расформирована. Если это случится, как я уже сказал, команда, к сожалению, нашему будет, к сожалению, Алексея Полевого, команда будет расформирована. Вы знаете, уважаемые телезрители, интригу добавляет то, что это условие, которое я только что сказал, оно очень удачно подействовало на команду Алексея Полевого. Две серии игр подряд эта команда не просто выигрывает свои игры, но каждый раз по итогу серии занимает первую строку нашего рейтинга. Сумеет ли команда выдержать очередное, третье и последнее испытания и отстоять свое право играть в нашем клубе? Мы узнаем через неделю. А эта игра окончена. Господа, спасибо за игру. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан!